так и так здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас заключительная серия значит про джип с рт8 я закрываю безусловно это печально потому что с fx он тоже было все печально когда не стоит время расставаться с автомобилем все и этот автомобиль продаю и какие можно сделать выводы за там больше ну где-то один год и три месяца владением об этом автомобиле но за все время которое было что что здесь было поменено то есть тормозные диски по поводу то есть это было сделано для того не знаю почему но они не стерлись они треснули и все колодки диски масло все здесь проблем больше нет выводы какие об этом автомобиле безусловно автомобиль я назову один из лидеров в своем классе цена-качество то есть да быстрый мощный с хорошей управляемостью автомобиль который не привлекает много внимания на который делает свое дело продавая чуть позже я выставлю ссылку как бы воспользуюсь своим этим видео ради ускорения продажи этого автомобиля снизу я поставлю ссылку на продажу автомобиля как бы хочу сказать что от себя до машины не на гарантии но как бы все машины 12 года в основном нелегально везены и естественно автомобиль я лично очень хочу чтобы кто-то купил автомобиль из подписчиков да то есть потому что я буду как бы слить вот за фиксом с предыдущим владельцем я до сих пор поддерживаю отношения то есть консультирую что за эту машину вот за эту я полностью как бы уверен в ней буду отвечать как бы перед новым владельцем потому что не хотелось бы там продавать алё чё она вообще сотку за сколько разгоняет ну м-ку я буду вообще делать ну так не хочется хочется продать этот автомобиль ну человеку который разбирается в этом да не просто что он купил там быстрый джип черный а кто любит и разбирается и не было бы приятно потому что я безусловно от себя даю гарантию на этот автомобиль и буду сопровождать как бы вас в дальнейшем если вы купите эту машину при пользовании да конечно цена этого автомобиля не будет самой дешевой на рынке из таких предложений но все-таки я в эту машину был уверен ни одного украшенного элемента машина абсолютно стандартная то есть никаких прошивок никаких удалений катализаторов все стоит на месте абсолютно стандартная заводская модель какие я могу ответить минусы у этого у этого автомобиля ну для меня для меня все-таки салон чуть узковат по сравнению например с x6 или cayenne чуть-чуть поуже и все то есть конечно качество отделки материалов не такое высокое как на cayenne turbo или там на x6 темно в этой ситуации как бы нужно посмотреть на цену и она будет в два раза ниже чем у других чем чем у конкурента вот поэтому значит почему я не стала прошивать машину да почему я не стал там ставить коллектора ну все таки я хотел если бы я это сделал в начале это впоследствии там при наступлении порога 100 тысяч километров отрицательно бы сказалось и машина абсолютно стандартная то есть ничего абсолютно не делал с этим автомобилем были мысли поставить холодный впуск то есть убрать катализаторы прошить но в итоге как бы я все-таки эту идею бросил что следующее безусловно автомобиль с тремя буквами SRT вот насчет компрессорного SRT это я очень хочу приобрести именно поэтому я и продаю автомобиль потому что если этой серии выйдет то она будет ограничена и поэтому нужно как бы я уже оставил предоплату за автомобиль поэтому мне нужно быть первым кто купит а если же так получится что не выйдет то он безусловно SRT вот поэтому кто думает вообще не про эту машину кто думает брать или не брать там поставить себе цель на будущее да вот к чему вы хотите стремиться и там в итоге купить этот модель автомобиль я могу сказать на все сто процентов что автомобиль очень надежен никогда вас не подведет она всегда будет стабильно ехать свои паспортные лучшее время которое удалось показать по race logic все-таки 4.6 было секунды квотра 13.1 помимо этого заводится в любые морозы то есть было минус 30 то есть без проблем даже если штатный автозапуск то есть мы два раза нажимаем и машина заводится сама к этому предусмотрено и вы знаете очень приятно слушать звук в 8 по утрам да то есть когда там настроение улучшается в общем как автомобиль если вы планируете в будущем рассматривать там на год это машина безусловно которая и теряет в цене на вторичке и дешево в обслуживание и вот ну все наверно скорее всего буду я с тобой прощаться ладно надо заканчивать блог и встретимся следующий раз до встречи